Началась программа «Особое мнение», и мы свое особое мнение, наши гости уже выражают здесь, за эфиром. Это Елена Шмулеевич, ее особое мнение сегодня вы будете слушать в течение 36 минут, а программу ведет Светлана Заньков. Всем добрый день. Здравствуйте. Сегодня понедельник, и все обсуждают погоду, природу и снегопады, но если ты позволишь, мы все-таки чуть попозже это обсудим, когда будем говорить о господине Шульгине и о его решениях, которые он успел принять за время своего пребывания на посту главы администрации, а начнем все-таки с приговора о Никите Юрьевичу Белых и реакции людей на него. В пятницу, когда читали приговор, все сидели и слушали долго, до момента, пока судья не объявила о своем решении, и в течение всего этого времени, включая нынешний момент, в интернете, на различных порталах идет обсуждение принятого решения, и не только его, а воспоминания о том, какой был губернатор Никита Юрьевича Белых, какой был человек, что кому сделал с разных сторон. Давай начнем с твоей реакции на приговор. У меня нет никакой реакции на приговор. Мне не нравится был, он никуда не делся, он абсолютно живой, и я думаю, что даже сколько ты здоровый. Конечно, все эти истории про здоровье и про то, что оно ухудшается в тюрьме, это правда. Кроме этой правды, есть еще правда, что когда есть зафиксированные медицинские проблемы, человеку на самом деле там легче находиться, да? Мы это понимаем, что, условно говоря, там Лефортова отличается от матросской тишины, от больнички, скажем так. Вообще любая часть, она все-таки там какие-то послабления дает. Это нормально, и это правильно. Другой вопрос, что я вообще не думаю, что тюрьма на чье-то здоровье влияет хорошо. Ну вот, я знаю многих людей, которые там умерли, знала, я знала их жен. Они тоже считали, что они не виноваты. Я сейчас не говорю вот как раз об этой части, да? И эта система вот так работает. Так не должно быть, но это не должно быть вообще со всеми, а не только с их губернаторами. Я не понимаю вот истории про то, что ему так плохо, его надо освободить, потому что почему? Вот рядом таким же людям так же плохо. За ними не следят какие-то наши правоохранители с точки зрения защитники прав гражданских, потому что они не губернаторы. Вот здесь мне не нравится вот этот прикос. С другой стороны, по-человечески я считаю, что любой приговор – это боль. Это боль для него, это боль для семьи, это боль для близких. Никто там не говорит о матери, о людях, которые там каких-то жен перебирают, которые то ли жены, то ли нет. Ну, это вообще жутко, на самом деле. По-человечески это жутко. По всему остальному, вот мне наиболее близка, если мы обсуждаем какие-то разные мнения, о которых ты говоришь, которые высказываются и в защиту, и там по делам, да, вот это вот, истории какие-то непонятные, мне близка точка зрения Коли Голикова, которая считает, что человек, который вот вошел в систему, согласился на ее правила, это вот так происходит. А как он думал? Я думаю, что эта история, как всегда, вообще все печали, начиная от ДТП, начиная от аварий уличных и заканчивая вот такими печаль, реально трагедиями для человека, да, как там 10 лет Ходорковского с решеткой, как приговор Белых, как вот все, начинается и заканчивается переоценкой собственных сил. Иллюзии того, что у человека все под контролем, иллюзии того, что человек может справиться с системой, иллюзии того, что я самый умный, и меня-то вот тут на кривом козле не объедешь, я и здесь сделаю вид, что я вот тут вот вошел, и здесь сделаю вид, что я либерал, условно говоря, да? Нет. Ну вот, вот все время как-то нас учит жизнь, что надо быть трезвее, к сожалению. Это очень печальная история, но без нее нет развития, наверное, вот без этих вот поводов. Но тем не менее, я думаю, что эта история вот об этом. Но он знал, на что шел. Особенно, когда он шел на второй срок. Вот я бы сказала так, если бы еще вот там мы говорили бы о... То есть человек, который пришел в область в такой смешной черной футболке, с такой трехдневной щетиной, как будто он вчера кирял, сегодня там еще не совсем хорош, потому что при этом очень живой, очень... А давайте все пусть тут шевелится там, да? Вот этот человек, который пришел там в каком? В девятом году в область. И тот человек, который пошел на второй срок, это два разных человека, это два разных Никиты Белых, это два разных губернатора. И в этом ничего страшного нет. Это вот такая вот история развития. И ничего такого вот мега удивительного нет вот в этом финале, очень печально для него. Я по-человечески надеюсь, что он справится и что, возможно, там есть какие-то варианты решения. Но не уверена, слишком тут ситуация запущена. Вот. А в том, что касается там, я не знаю, мы что, взятки обсуждаем? Нет, я хотела не взятку с тобой обсудить реакцию вот как раз людей на этот приговор. В частности, тот момент, что Екатерина Белыха заявляет, что на приговор, в смягчающей его части, там, что вот в первом эпизоде было отказано все-таки, повлияло, на весь приговор повлияла еще и реакция людей, которые живут в Кировской области. В частности, письма, которые писались в поддержку Никиты Юрьевича, которые рассказывали, какой он был губернатор и сколько хорошего, как человек, сделал людям. И я знаю, что, и ты знаешь, наверное, хотя ты не активный пользователь соцсетей вообще, да, ни разу, что очень много писем пишется Никите Юрьевичу туда вместо заключения его сейчас спать со словами поддержки. И это компания, которую ведет Екатерина Белых, она ее лично курирует в Фейсбуке, как минимум, я просто в другие соцсети не хожу. Она продолжается, то есть постоянно выкладываются такие письма. Я буквально вот за выходные увидела очень много известных людей из Кирова, которые не просто лайки ставили под какими-то там высказываниями или фотографиями, или статьями, а пишут собственные письма. Вот сейчас, именно после объявления приговора, достаточно пространные, как минимум из трех абзацев, которые рассказывают, о какими они помнят Никиту, и чего хорошего он сделал. Вот эта вот компания, она на тебя какое впечатление производит? Впечатления она производит у меня хорошее. Бороться за человека надо, за облегчение его участия в моем понимании. Будет ли она эффективна? До определенной степени она может быть эффективна. Мы это видим по реакции сетей и количеству флешмобов на тему этих смешных ульяновских курсантов, которых пощадили после того, как все стали делать перепосты и какие-то подобные же, снимать видео. Я далека от мысли о том, что когда решаются политические вопросы, вопросы стратегические, вопросы даже тактические государственной важности, что на них могут повлиять какие-то флешмобы, какие-то письма и так далее. Что касается самого движения, оно не вчера началось ни с Никитой Белых, и не завтра закончится. Про любого человека можно сказать, что он сделал много хорошего, так же, как и много другого. Просто когда человек в беде, все нормальные люди, у которых есть хоть какая-то человеческая жалость, они пытаются помнить хорошее, помогая человеку как-то выбраться из сложной ситуации, и, в общем, закрывают глаза на то плохое, что они бы ему предъявили. Я тебя уверяю, если бы Никиту Белых оправдали, начался бы совершенно другой флешмоб на тему того, что значит, а вот вор должен сидеть в тюрьме, а вот значит, если он экс-губернатор, то ему, значит, все спустили с рук там, ну и так далее, и так далее. То есть люди же, реакции людей, она, в общем, это эмоция, которая поддается анализу, на самом деле, поддается прогнозированию и поддается манипулированию. Ну, тогда последний вопрос по этой теме. Раз ты уже упомянула Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» нашла коллегу, то Союз журналистов на прошлой неделе размещал опрос среди своих групп, по-моему, Союз журналистов в Фейсбуке, что нужно сделать, как вы считаете, с Никитой Белых, то есть какой должен быть приговор, наказание, оправдать и отпустить, оштрафовать, отпустить, посадить. Коля Голиков был единственным человеком, мы здесь с ним это обсуждали, который как раз поставил тычку «посадить». А ты бы как проголосовала? Нет, я бы не посадила. Я не знаю насчет «осудить, не осудить». Я думаю, что наши тюрьмы никого еще не исправили, если мы говорим о людях, которые совершили преступление, и наши тюрьмы губительны, вредны и ужасны для тех, кто не совершал преступления, и ничего в наших тюрьмах ни для кого хорошего нет, поэтому я очень болезненно отношусь к посадкам, мне кажется, что мне жалко людей. Я хотела еще сказать про Никиту Белых, вот все эти истории про то, что какой он хороший был губернатор, они, ты знаешь, я могу судить только по общению, да, там, ну, сколько-то по делам, но, допустим, там, тот же Васильев, который зашел не так давно, да, он тоже что-то делает, но пока это маленький срок, чтобы посмотреть, что сказать, что да, он, не меньше Никиты сделали, там, ну, ему далеко до Никиты, или наоборот, да, вот эта вот вся история. Я хочу сказать следующее. Это как вот, я просто думала об этом, когда мне тоже казалось, что Никита лучший губернатор на тот момент, когда он пришел. Я думаю, что это как в отношениях. Каждый следующий, там, например, парень у девушки, или каждый следующий муж, если девушка привыкла оформлять отношения, должен быть лучше предыдущего. Это нормально. Это вот законы эволюции. Каждый следующий губернатор должен быть лучше предыдущего. Это тоже нормальные законы эволюции. Печально, что все это происходит медленно, но на самом деле, это законы природы. Это не только человек, там, хороший, Васильев или Белых, или там еще кто-то, да, а это история про то, что любой, кто пришел на такую должность, он должен показать, что он может не меньше, а больше, что он лучше, чем предыдущий. Это нормально, понимаешь? И поэтому вот эта эволюция развития, Никита показывал, что он лучше предыдущего губернатора, он это доказал. Сегодняшний губернатор будет показывать, что он лучше Белых и тоже думает, что это докажет. Вот поэтому в моем понимании история про оправдать не оправдать, это не история про какой он был губернатор. Мне вот это вот критик на самом деле, понимаешь? Мне жаль человека, который сидит. А то, что он губернатор, я считаю, что усугубляет его вину. Если даже она есть, то это усугубляет. Прервемся буквально на полминуты. Напоминаю, Вы слушаете особое мнение главного редактора информационно-аналитических программ телеканала Рен Киров Елена Шмулеевич. Программа «Особое мнение» в эфире. У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает главный редактор информационно-аналитических программ телеканала Рен Киров Елена Шмулеевич. Знаешь ли ты, что происходило в минувшие выходные, а точнее в воскресенье на театральной площади нашего родного города? Да. Ты от меня узнала, когда я тебе ссылку послала? Лида там была? Нет, я там, конечно, не была. Скажи, пожалуйста, 4,5 тысячи человек собралось на театральной площади в поддержку олимпийцев наших, естественно, российских? Ну, я не знаю, сколько на самом деле собралось человек. Собрались они, конечно, в поддержку какой-то единой идеи, которая должна сплачивать людей и лишний раз давать им понять, что они части единой страны, да, то есть это абсолютно, на мой взгляд, это предвыборная акция, это не акция про олимпиаду. Ну что, я хочу сказать, что спорт это та штука, которая очень радостно и действительно искренне объединяет людей. Ну вот, это просто, я хочу сказать, что политологи, маркетологи, да, они все-таки молодцы, я думаю, что это далеко не самое, там, ну, на самом деле это реально умная часть человечества российского, да, и поэтому все их акции, они очень прочитываемы, они просчитываемы, и они правда хорошие. Это касается и там истории про этот полк, да, например, когда люди... Бессмертный полк. Да, вот, и что тут скажешь, да, память о дедах, память там о прадедах, вот. Вот, но делается, я думаю, это с целью, чтобы люди почувствовали себя частью целого, это такая вот... Частью целого с чем? Со страной, друг с другом, с стадом, чтобы они себя почувствовали. Это как-то все-таки, ты мне скажи, пожалуйста, это позитивная коннотация носит или негативную, или нейтральную? Нейтральную, если ты хочешь... То есть, как ты любишь говорить, эволюционный, естественный процесс? Нет, если ты хочешь быть в стадии, если тебе нравится, вообще человек же существо социальное, оно такое, как бы, стадное, люди нуждаются в общей идее, в общей поддержке, и, на мой взгляд, это лучше, чем религия, которая там диктует очень жесткие правила и там не дает возможности быть толерантным в большой степени, да, а идеи спорта, идеи памяти павших, идеи уважения и любви к предкам, которые там, которых не застали сегодняшние дети, да, там, допустим, это все очень, скорее, положительно, но на этой почве почему не объединяться? Другое дело, какой дальнейший это носит роль, да, то есть вот, я думаю, что это история какого-то вот попытки воспитания, патриотизма очередной, на мой взгляд, ничего плохого, я в этом не вижу. Она начала с того, что ты видишь здесь абсолютно предвыборную акцию. Ну, а что, предвыборная акция, это плохо, что ли? В поддержку кого? В поддержку действующего президента, я полагаю. В Владимире Владимировича Путина. Нет, ну, если людям нравится то, что сейчас происходит, если они поддерживают сегодняшнюю жизнь, то они поддерживают сегодняшнюю власть, это нормально, что-то такого-то. Ну вот. То есть тебя не смущает, что запрещаются акции в поддержку любых других, там, не любых других, окей, хорошо, кандидата, которого не зарегистрировали в итоге, ну, то есть высказывали в том, что здесь не акция, скажем так, в пользу президента, это ведь недоказуемо. Это мое личное мнение, я тебе его высказываю. В моем понимании хорошая история для того, чтобы для тех, кто сегодня поддерживает нынешнего президента, для того, чтобы за него проголосовали, хорошая история показать, что мы дружные, что мы друг друга поддерживаем. И я тебе хочу сказать, что эта история не целой страны, не народа, а даже семьи или одного человека или друзей, когда очень мы готовы поддерживать друг друга в горе и печали, и намного сложнее нам бывает поддержать человека в его радости и счастье. Это известная история на самом деле, потому что когда у человека все хорошо, там, какая-то часть начинает ему завидовать, какая-то примерять ситуацию на себя и так далее. А вот когда у человека плохо, хочешь его не пожалеть. Вот в этой ситуации, когда наших спортсменов как бы обидели, а мы как бы их поддерживаем, это очень хорошая история, почему нет? Ну история все-таки... А уж предвыборная она или нет, это мое личное мнение, что это в эту копилку, я бы так сказала, понимаешь, а не то, чтобы она там прям специально... Ну я думаю, что, конечно, наверное, не просто так проходят такие акции, они должны быть спланированы, в противном случае они не будут там безопасными, они не будет понятно, куда они направлены и куда они идут. Но я тебе хочу сказать, что я видела. А потом, чтобы ты знала, ты говоришь мне, от тебя ли я это узнала, на самом деле еще до этого собирались разные спортсмены, разные люди, общественные деятели и призывали людей, им это показывали, призывали людей собраться. То есть это тоже было показано, там все спрогнозировано, все спланировано, это хорошая спланированная акция. Это искренне со стороны пришедших на эту площадь акции? Я не могу говорить за пришедших. Я думаю, для кого-то да, для кого-то позвали. Но я думаю, что для большинства да. В моем понимании спорт такая штука, которая действительно объединяет и... А ты будешь смотреть Олимпиаду? Матч ТВ будет транслировать в прямом эфире на разных каналах? Думаю, что нет. Следующая тема, это тема поста, потому что у нас коротенький сейчас мало времени остается до перерыва, поста Ильи Варламова, который написал про кировские поликлиники. Вообще сам приезд Ильи Варламова был такой очень странный. Мы помним, что отчет о прежнем его приезде три года назад, он сопровождался фотографиями с активистами кировскими и какой-то критической статьей, которая потом вышла по итогам его пребывания в городе. Как мы знаем, Варламов любит высвечивать тот негатив, который есть в каких-то урбанистических решениях в городах у нас присутствующих. Здесь же все думали, что же будет, что же будет, и вышел замечательный, совершенно хвалебный пост, никогда не думал, что в России такой возможный. И вот, да, про кировские поликлиники. А кто думал, вот это ты сейчас сказала, все думали, что же будет, что же будет, а кто это все думал? Кто был вообще в курсе того, что он приезжает? Я была в курсе, практически все активисты были в курсе, смешники были в курсе, уж не знаю, и поклонники, наверное, Варламова, кто читает его пост, были в курсе, потому что он распространил эту информацию в Твиттере. Он написал, что я буду в Кирове, какие идеи, какие идеи. И вот вышел хороший такой очень пост, правда, про поликлиники, совершенно профессиональный, искренний, но справа висела плашка, и висит она до сих пор, значок такой реклама. И это людей удивило. Ну, потому что я не знаю, кто вообще читает Варламова, смотрит или не смотрит, есть там плашка рекламы, нет там плашки рекламы. Просто привыкли, что критикуют. А здесь хвалебный пост. И у меня такой к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, хорошие ли мысли использовать таких известных блогеров, как Варламов, для продвижения Кировской области, например, медицинских услуг? У него там 4,5 миллиона подписчиков, и он везде, везде, на всяк. Конечно, это хорошая идея. Стоит за такие вещи платить? Конечно, конечно, а как по-другому. Он в данном случае не то чтобы рискует своей репутацией, он не сказал ничего, ничего лживого он не сказал. Я не знаю, была ли ты в поликлиниках, в этих новых. Конечно. Я была, и мне они нравятся. Другой вопрос, что поскольку его подписчики привыкли к тому, что он все-таки находит не хорошее, а плохое, и, собственно, за это они на него подписаны, то он вынужден, чтобы не рисковать своей репутацией, он был вынужден честно признать, что вот это реклама. Но это не значит, что она противоречит его личному мнению. Правильно? То есть я считаю, что замечательно поступил он, подписав, что это реклама. И, наверное, да, правильно поступили люди, которым выгодно это рекламировать и распространять этот опыт и показать, что они молодцы, почему нет. У нас есть у бюджетных организаций рекламные бюджеты в том числе, бюджеты на какой-то пиар и промоушен собственной деятельности в том числе. Хорошо ли этого вообще? Я не знаю. Вот это другая история, потому что ведь за это платим мы, налогоплательщики, да, то есть, вот, собственно говоря, но с учетом того, что это есть, и мы не удивляемся, когда там есть государственные контракты со СМИ с различными, да, для того, чтобы какое-то там освещение деятельности властей. Наверное, не негативное, да, за это они не платят, за то, чтобы там негативное было освещение. Возможно, нет. Вот, поэтому в данном случае, да, я считаю, что это хорошая идея. Это мы не знаем, мы не знаем заказчика. То есть, никто не знает, никто не озвучил, кто заплатил Варламову и какие деньги, потому что если висит плашка реклама, она говорит об одном, что это коммерческая статья. И что? И что, где тут криминал, вот с твоей точки зрения? Я не сказала, что это криминал. Мне тоже понравилась статья. Я считаю, что это хороший маркетинговый ход. У нас нет требований закона, указывает еще и заказчик. Извини меня. Он подписал, что это реклама. Это его добрая воля. Блогов это вообще не касается, он мог и этого не делать. Но он понимает, что люди поймут, что это реклама, и он будет в неловком положении. Так вот, я думаю, что вот так это происходило. Тогда еще пару слов о продвижении медицинских услуг Кировской области за ее границей. Мы знаем с тобой, что это озвучено на самом высоком уровне в правительстве Кировской области, что мы будем продвигать медицинский туризм. Мне лично это выражение не коробит нисколько, оно даже нравится. Я понимаю, что это значит. Это значит, что будут привлекать сюда людей, чтобы они медицинские услуги наши потребляли и оставляли здесь деньги по МС. По МС, платные или услуги, какие угодно. И в таком случае, как ты думаешь, вот такие инструменты, как известные блогеры. Был же у нас такой опыт. Ты помнишь, Никита Юрьевич нами уже упомянутый, привозил Сергея Долю, да, известного блогера, путешественника, продвигая туризм в Кировской области. Все-таки это эффективная или не очень история? Потому что Доле-то не поехали. Я думаю, что нет, ты вот тоже сейчас ответила. То есть от того, что кто-то рассказал, как там прикольно или нашел какие-то прикольные моменты в таком путешествии, мы понимаем, что Кировская область не очень хороша для путешествий. Но как минимум там нет моря, нет гор, нет пляжа, нет хорошей погоды, нет особо исторических ценностей, нет особо никаких современных, допустим, музеев. Ну, путешествуем Бог с ними, а с медицинским туризмом А вот ты бы, если бы тебе сказали, Лена, ты известный, нет, конечно, я бы не поехала. Ты человек, ты журналист, ты очень хорошо общаешься, ты можешь убеждать, что бы ты сделала, вот какие бы ты применила, да, проекты для того, чтобы популяризировать медицинские услуги в Кировской области. А я скажу, как тебе... Творческое задание. Да, творческое задание, вот так вот даром, да, на субботник, хорошо. А вдруг нас же слышат. И что? А вдруг твои идеи понравятся, и с тобой заключат контракт. И что? У меня нет задачи, чтобы моя идея понравилась. Я могу сказать, что человек, который обращается за медицинскими услугами, для него, конечно, вот важно то, что создано инфраструктурно, то есть для любого человека, я думаю, что важно и приятно зайти в такую поликлинику и понять, что твое время ценят и не считают тебя каким-то там лаптем, который вот может и тут вот под штукатуркой на тебя рушащийся постоять. То есть это все приятно, это все здорово. Наверное, у нас сейчас закупается, насколько я знаю, и оборудование достаточно современное. Но все-таки для меня медицина – это люди. Специалисты. Специалисты. И я не готова давать оценку специалистам. Они, как и везде, разные. Но я думаю, что прям таких вот блестящих светил, которым нужно ехать из другой области, где-нибудь в столицах, наверное, больше. Следующий этап все-таки звезды, да? Так мягко скажу. Звезды медицины, люди, которые умеют правильно относиться к пациенту, которому, да, на 70% нужно внимание, участие и, может быть, какое-то успокоение, да? Я не знаю, вот, ну, в моем понимании. Поэтому, ну, ну вот. Я тоже догадывалась, что необходимы звезды медицины, кроме того, что создана должна быть инфраструктура, естественно, то есть уже популяризация. Если у нас есть свои такие, я думаю, что есть среди многих специалистов, такие яркие, просто они не пиарились как-то раньше. Но имена тоже ведь едут, правда же? Когда ты едешь за какой-то медицинской услугой, ты спрашиваешь, от кого? Я думаю, что для таких вещей нужно время, нужно опыт чей-то, да? То есть вот это та история, которая требует рекомендаций. Вот, допустим, этот доктор спас того-то, когда ему все говорили, что это вот совсем уже все безнадежно, а вот этот вот избавил от операции, а вот этот мне очень понравился отношениям, это должно вот так нарабатываться. И я не знаю, хорошая или плохая идея про медицинский туризм, потому что я пока не вижу для него почву, как я уже сказала, вот как раз в плане собственной медицины, да? Вот. Но если она, допустим, проработана нашим правительством, там, Игорь Владимирович немало про это говорит, я думаю, что он пропустил это через себя, там, несколько раз решил, что это нужно, то нужно набраться терпения, это время. И то, не просто нужно набраться терпения, а это реально должны быть очень хорошие доктора, к которым захочется возвращаться. Хорошо. Мы сейчас прервемся на полторы минуты. Это особое мнение Елены Шмулевич. Встретимся в этой студии после короткой рекламы. Продолжается программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает главный редактор информационно-аналитических программ телеканала Ренкиров, Елена Шмулевич, в микрофон работает Светлана Занькова. Ну, про город мы очень любим с тобой всегда поговорить в этой студии. И сейчас мне хочется, чтобы мы оценили деятельность Ильи Шульгина, главы администрации города Кирова здесь и сейчас. Прошёл какой-то промежуток времени, ноябрь, декабрь, январь, три месяца почти, да? Может быть, уже даже три месяца. Точную дату не помню, когда он заступил на свой пост. И последовал ряд очень разнородных и ярких. В ноябре же он пришёл, нет? Да нет. Ну, не в декабре же? Нет, нет, точно. Ну, я посмотрю, пока мы с тобой осуждаем. Слушай, его... Месяца три он уже, значит, управляет нашим городом. Ну, я думаю, да. Хорошо. И я тебя хочу спросить, чем... Вот ты смотришь, и ты общалась с Ильёй Вячеславовичем, и ты, конечно же, видишь, что он делает, какие заявления последовали, увольнения, какие кадровые решения. Чем он тебя впечатлил за это время? Ну, во-первых, я могу сказать, что я с ним неудачно познакомилась, когда он приехал в область. Да, ты об этом рассказывала даже губернатору на первой встрече. Я была потрясена, когда человек из правительства говорит, что он не общается со СМИ, потому что он не хочет. Ну, то есть, человек не очень понимал вообще, где он оказался и откуда ему зарплата платится. Поэтому у меня было такое вот какое-то негативное немножко, да, отношение изначально эмоциональное. Он отказался дать тебе комментарий на камеру тогда, да? Он не просто отказался, он объяснил, что не собирается общаться с прессой. Такие заявления делать непрофессионально. Но надо сказать, что он и не был профессионалом с точки зрения именно чиновничьей работы. То есть, это человек, который пришел из коммерческого предприятия, да, и поэтому его позиция была достаточно свободная. Я хочу разговариваю, не хочу, не разговариваю. Ну, то есть, по-своему, он был прав, только он не понял разницы между той работой. Я хочу сказать, что у меня было предубеждение. Вот, поэтому я поменяла мнение. Я могу сказать, что мне приятно наблюдать за тем, что он делает. Я готова пересмотреть свою точку зрения на этого человека, потому что я вообще из тех, кто совершенно не реагирует практически на слова, на какие-то, да, я реагирую всегда только на действия. Потому что слов я могу сочинить для любого, сколько хочешь, всяких разных. Я цену знаю. Это не всегда просто, но, да, сделать это убедительно, но это возможно. И это совсем другое, чем что-то делать реальное. В моем понимании это человек, который вот что-то реальное начал делать. И об этом говорит его отношение там к последней истории с детским питанием. Потрясающе. Впервые за всю жизнь я вижу машины, грейдеры, которые грузят снег и увозят. Я тебе клянусь, что я никогда раньше этого даже не видела. Мне рассказывали, что сколько-то единиц техники выведено. Куда выведено? Вот работающую технику я раньше видела только у здания городской администрации. Только у здания городской администрации. Сейчас, это самая техника, посещает самые дальние уголки нашего города. Неожиданно. Для себя, боюсь. Боюсь, что неожиданно для себя. Уже не говоря о том, что да, сегодня вот я ехала и тихо под нос себе, да, с другой стороны. Морчала. Ну, потому что снегопад. Надо понимать, что вот такая штука, как сегодня, да, например, там в любой стране мира, она считается стихийным бедствием. Все встает. Все начинают объединяться не хуже, как мы за наших олимпийцев. Берут в руки снегоуборочные машинки домашние, которыми расчищают свои дорожки. Куча волонтеров работает. И там, допустим, не знаю, в Финляндии я делала в прошлом году большой репортаж, позапрошлый, например, уже, о том, как справляются со снегом в разных странах, в том числе и северных, естественно, потому что не там, где два раза в год снег идет неожиданно. Вот. Поэтому вот здесь, ну, что могут, то делают для меня реально, вот просто бальзам, когда я вижу вычищенную там до асфальта центральную улицу. Конечно, хотелось бы, чтобы и второстепенные как-то, вот, сегодня они все стоят, и чтобы выехать на эту кое-как расчищенную там а-ля магистраль, нужно, понятное дело, где-то постоять. Но еще раз говорю, это стихия, нужно расслабиться, получать удовольствие, реально погода дивная, ну, вот, потому что, ну, и подождать пока, по крайней мере. Это не история про прошлый год, когда мы все понимали, что вот этот снегопад, он будет, собственно говоря, его последствия будут убраны, только когда выглянет солнце и начнется улица. Лена, что произошло? Что произошло? Денег больше не стало, подрядчиков больше не стало, чем предыдущие годы. Что случилось? Просто один человек сказал и все? Да, да, один человек. Во-первых, надо не забывать, это вот история, кстати, сказать, очень любит, вот, их всех варягами называть. Я редко вижу чего-то плохое, за исключением в пришлых людях, в приехавших из столиц, за исключением того, что может быть вот это такое все ощущение, что они тут ненадолго. Ну и что? Мы все тут ненадолго. Ну вот мы все тут в этой жизни совершенно ненадолго. Поэтому говорить о том, что человек там времени ищет, да, он за это короткое время должен показать, какой он молодец, чтобы пойти дальше. Ну вот. Он не заинтересован здесь перерастать корнями. Я тебе хочу сказать, что в давнешние времена, там, я не знаю сколько там, лет 10 назад, я помню истории, когда отряды ГИБДД выезжали в районы, чтобы ловить там пьяных, потому что местные гаишники никого поймать не могут. Это брат его жены, это сват его сестры, они все там повязывают, вот-вот. То есть у нас прям ГАИ отсылало свои отряды для того, чтобы там наводить порядок в отдельно взятых районах. Понимаешь? Потому что местные не могут справиться, они слишком вросли в эту систему. Это одна часть вопроса. Другая часть вопроса в том, что люди, которые жили там в Москве, в Питере, в Казани даже, да, они видели, как чистят у них дороги. Они не в курсе были, что можно оставить вот по краям, по метру снега и уехать и сказать, что все расчищено, деньги освоены, заплатите нам, пожалуйста. Они совершенно как любой нормальный человек хотят результата. Мне вот не важно, сколько ты бензина потратил там или солярки, сколько ты там простоял с работающим двигателем и куда-то съездил, да. А это история про Шульгина прошлогоднее, когда он пришел на предприятие, где должны были убирать снег, предприятие, которое должно было вывезти, и где ему отчитались о том, что столько-то машин вывели. Или это был Мищенко, я уже не помню. Они туда приехали и сказали, что а что это у вас сухие машины-то? Они же нигде не были. Было такое, да. А что, это сложно было раньше проверить? То есть вот кто-то велся на эти вот... Слушай, ну вот смотри, вот при той ситуации, когда вроде все те же самые люди, которые были в прошлом году, и в администрации, и в подрядах, и везде, там вынуждены сейчас больше работать, меньше прятать, да, вот каких-то там денег, потому что денег, опять же, мы делаем выводы, больше не стало. Окей, один раз отреагировали, второй раз отреагировали. В МУПах он, значит, наводит там шороху. Они на него смотрят. Изменений не происходит в кадрах там больших там каких-то, да. Даже говорили о том в конце года, что тихий саботаж происходит, да, вот там внутри... Ну, сопротивление же, понятное дело, но в новой метле сопротивление такое. Вот все-таки ты думаешь, что ему благодаря своей такой позиции удастся перестроить глобальную работу городской администрации, да, и отношения к этому? Я не знаю, что ему удастся, какие у него цели, но я бы ему этого пожелала. Пока что все, что он делает, оно, может быть, недостаточно в каком-то глобальном масштабе, я имею в виду, что просто времени мало прошло. Но все, что он делает, он делает по делу, по теме. Это вполне себе адекватные действия. И мне нравятся его человеческие реакции, да. Вот когда он, например, говорит, там, он с мамой говорит, естественно, возмущение родителей, которые там платят какие-то, пусть и небольшие деньги, но они там рассчитывают, что ребенка, по крайней мере, в школе там не отравят, его нормально накормят. И тут вдруг выясняется, что вот, да, то есть, ну, ребят, давайте будем, есть какие-то вещи-то, на мой взгляд, общечеловеческие, святые. Ну, чё ж вы, нет, да, их нет? Слушай, я не понимаю, как можно зарабатывать на здоровье детей, причем тысячи детей. Они же все время сменяются. И все время какие-то помойки кормятся за счет этих, вот этого питания, за счет, ну, сколько можно-то. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, деятельность Шульгина и деятельность Елены Васильевны Ковалевой, главы Кировской городской думы, она как-то коррелируется, у них как-то команда, потому что, если мы вспомним Перескокова с Быковым, бывшую команду, их прямо так и называли, команда. Они понимают друг друга с полузгляда, с полуслова, не противорячат и поддерживают друг друга, всегда их видно было вместе. Вот взаимоотношения Шульгина и Ковалевой, что это такое сейчас, то есть, да, не взаимоотношения, а работа, да, наверное, все-таки это тандем или каждый на своем месте свое что-то там вот делает? И нужно ли им тандем складывать вообще? Я не думаю, что им нужен какой-то тандем, я не вижу никакой особой работы такой прямо вот законодательной власти в городе. Я не знаю, какая она должна быть, но во всяком случае там пока что я не вижу прям каких-то сдвигов. Их, наверное, и не может быть. Ну вот мне говорят, там более ста нормативных актов принятых. Если от них изменилась жизнь людей, я вот там, опять же, не про слова, а про дела, то хорошо, если она в хорошую сторону изменилась. Но ты не знаешь. Я не вижу. Ты, как главный редактор информационно-аналитических программ, не знаешь, что делает городская дума и как меняется наша жизнь. Я знаю, что делает городская дума, я пока не вижу изменений. Так. И поэтому ты говоришь этими словами, что Елена Васильевна, то ее деятельность тоже непонятна пока. Пока нет, но а какая деятельность? Вот, да, ты принял закон. Если ты считаешь, что этот закон там вот какой-то правильный, нужно все равно какое-то время там, чтобы, да, чтобы он начал действовать или чтобы он как-то повлиял. Пока что вот эти истории про рабочие комиссии, рабочая комиссия там, рабочая комиссия тут, вступление в федеральные программы, они делают то, что должны делать, собственно говоря, чиновники, а там, допустим, исполнительная власть в лице Шульгина, в данном случае, вообще на хозяйстве, понимаешь? Ну хорошо, тогда спасибо. Поэтому его работу, на самом деле, мы можем видеть, а там работа городской думы и, в частности, главы города Елены Ковалевой, она не настолько на поверхности. Мы можем ее оценивать, ну хотя бы по итогам года, я бы сказала. Спасибо, Елена Шмулеевич, ее особое мнение мы сегодня слушали. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня!